Здрасте, здрасте. Сегодня 25 мая, а у нас все равно дубак. Сегодня я покажу вам, как протянуть филомент без всяких столов протяжки. Сразу скажу, что это не моя идея, а Андрея из города Мирас, которому тоже не безразлично, что бутылки везде валяются. Пока я собираю материал, предлагаю подписаться и посмотреть канал Андрея. Ссылочка под видео. Материал для печати у нас валяется просто под ногами. Думаю, что на 0,0,0,1 мы сможем внести вклад в очистку планеты, если большинство из нас будет пользоваться вторичными полимерами для 3D печати. Но думаю этих образцов хватит. Гениальная идея заключается в том, чтобы подавать материал не сверху вниз, как мы привыкли, а снизу вверх, тем самым формировать нарезанную ленту в импровизированный филамент. Да, конечно же, материал нужно хорошенько отмыть. Этикетки при намокании отрываются отлично. Ну а теперь порежу бутылки этим незатейливым бутылкорезом. Аппарат по высоте регулируется у меня с помощью проставок 1,2 миллиметра этих подшипниковых бутылкорезов, но уже сотни модификаций. Так что не поленитесь и поищите в глобальной сети. Думаю, подберете модель лучше, чем моя. Здесь очень важно нарезать ленту ровно, иначе материал будет создавать пробку в накрывательном блоке. Опытные товарищи предлагают мне просушить этот материал для дальнейшей переработки. Воспользуемся советом планетного эколога! Переборщил с температурой. Пришлось еще раз сбегать на просторы халявного пластика. К счастью, ну или к сожалению, его предостаточно на улице. Ленту я порезал немножко тоньше, чем автор, так как бутылка была очень плотная. Для начала мне нужно сделать хвостик толщиной 1,7-1,8 миллиметра, чтобы хоть как-то засунуть в нагревательный блок. Далее нужно открутить сопло. Поднимите ось Z на удобную высоту и нагрейте сопло для беспрепятственного извлечения. Затем нужно понизить температуру, ну градусов до 100 до 150, чтобы пластик не начал плавиться преждевременно. Я поднял температуру до 245, но у автора на видео, если вы смотрели, совершенно другая температура, меньше. Ну вот и все, осталось только запустить и ждать результата. Вот вам и готовый станок протяжки. Конечно скорость и производительность очень мало. Но это же не беда, мы получаем филамент просто из мусора. Да еще плюс ко всему топим за экологию в отличие от шведской школьницы. Ура товарищи! В общем то схема вполне рабочая. Пруд очень твердый. Сейчас я хочу проверить его и напечатать детальку для марсианского вертолета Ingenuity. Да, я хочу собрать такой вертолет. Это боковая стенка от фюзеляжа марсианского вертолета изобретательность. Да, замахнулся я. Это будет не точная копия, но хоть что-то похожее я сделаю. Так что ждите в следующих сериях, если вам будет интересно. Деталька напечаталась здорово. Вон какая эластичная, как гнется. Ну что ребятки, данный метод работает. Можно получать пруток и без стола протяжки. Метод конечно длинный и нудный, но тем кто хочет себя попробовать в печати вторичными материалами. Этот способ как-никак подойдет кстати. Так что смотрите оригинальное видео автора. Ссылка снизу. Кстати, этот парнишка выиграл у нас первый принтер, который мы разыгрывали. Вот совпадение. Инженер одной интересной компании из Томска прислал мне вот такую зеленую красивую посылку. Здесь полипропиленовые гранулы. Они токопроводящие. И еще кое-что. Здесь есть жидкость, которая восстанавливает поверхность драгоценных металлов. Мне очень интересно поюзать этот токопроводящий полипропилен. Например, я хочу пропустить через него 220 вольт. Или напечатать токопроводящие дорожки и запустить электронную схему. Но все это после того, как я запущу вот этот стационарный свернильный станок с приводом от гироскутера. В прошлых моих сериях я просил прислать мне видео, как вы безвозмездно сможете помочь природе. В ответ я буду ставить эти подвиги в конце каждого своего видео. Давайте вместе избавлять леса от мусора. Ну посидели вы на пикнике, но заберите с собой. Или даже чужой мусор заберите. Я думаю вам это зачтется. Но я с вами не прощаюсь, не болейте и храни вас Господь. А сейчас маленькое видео от Алексея из Воронежа. Давай пересоединяйся и шли мне видео. Все адреса ты видишь на экране. Субтитры сделал DimaTorzok